Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Пантин Игорь Николаевич. Представляю вашему вниманию видеокейс «Доверие к эксперту», в котором уважаемый архангельский Александр Николаевич рассуждают о возможности оценки эксперта. По сути дела, если бы продолжая эту ситуацию игровую, если бы Абдотия к вам обратилась, что она думает о доверии, а вы, общаясь долгое время друг с другом, как бы подсказали и какой бы выход нашли? Это совершенно несколько иные ракурсы, чем у Рубена, и мне это невероятно важно. Ну, во-первых, я тоже следую этому же методу. Если я чего-то не знаю, а я не знаю большую часть того, чем в этом мире пользуюсь и о чём размышляю, я звоню или пишу или встречаюсь с людьми, которые в этом понимают. Более того, мы находимся с каждым, не то что к десятилетиям, а с каждым годом. Нам мир наука делает такие шаги вперёд в каждой конкретной области, что если не то, что ты никогда этим не занимался профессионально, но даже если ты этой областью не занимался 10 лет, то ты уже потерял ключи от входа. Поэтому ты должен для себя определить, как понять, доверять, не доверять, чтобы не становиться вирусологом, например. Это просто грустный юмор, да. Да, самодеятельным специалистам по вакцинам нужно знать, у кого спросить. А на основе чего? Только на основе доверия. Я, так же, как в любое научное знание, математик не всегда поймёт другого математика, занимающегося какими-то задачами о петлях. Их, может быть, 10 в мире, которые друг друга понимают. Остальные спрашивают у тех, кто понимает. И это первый путь, первый шаг. Второе. Несомненно, я подхвачу мысль Рубена. Действительно, это категория и экономическая тоже. Про охранников было сказано, но помимо охранников, это вопрос о необходимости контролирующих инстанций. Надо контролировать тех, кто контролирует, надо контролировать тех, кто контролирует, тех, кто контролирует. И это деньги. Чем выше уровень доверия в экономике, и чем выше законопослушности, чем выше статус правового обычая, тем ниже издержки. Транзакционные издержки выше там, где меньше, тем выше, чем меньше доверия. Но и выходя за рамки просто экономики, это же... Экономика – это тоже ведь форма проявления, форма, способ жизни. Если я занимаюсь экономикой, так же, как если я занимаюсь, как Авдотья, снимая кино, или как вы, занимаясь психологией, я проживаю свою жизнь. Это важнее, чем мои профессиональные компетенции. Поэтому это вопрос не о доверии в экономике, доверии в психологии, доверии в киноискусстве. Ну, как на площадке надо доверять друг другу. Если вы не доверяете друг другу, то ничего, съемочный день не закончится. Но это и способ моей собственной жизни. Доверие я должен доверять тем, с кем я взаимодействую. И в русском языке есть очень важное разделение. Слово «доверчивость» – не самое положительное. А слово «доверенность» имеет высокий статус. Это очень важно, потому что доверчивый – это глуповато-наивный. А тот, кто понимает, что такое доверенность, тот человек разумный и... Доверенность Так же, как любимые разговоры о том, что толерантность в русском языке не прижилась, а прижилась терпимость, всё на самом деле ровным счётом наоборот. Если мы посмотрим, даже у Достоевского, не самого толерантного мыслителя в мире, слово «толерантность» используется в положительном значении, а слово «терпимость» оборачивается неприятными последствиями. Терпила, дома терпимости, всё не так, в ровном счётом наоборот. Я к чему? К тому, что... Что Авдотья думает о доверии? О том, что это краеугольный камень развитого, развивающегося, живого общества на всех его уровнях, от отдельно взятого человека до политики, и от политики до экономики, и от экономики до культуры. В общем, Дуня — это всё. Для вашего развития в комментариях напишите ответы на три вопроса. Первый. Какую ошибку совершает спикер при выборе эксперта? Второй. Как вы решаете эту проблему? Третий. Можно ли вообще оценить эксперта? Продолжение следует... Продолжение следует...